В эфире новости в студии Елена Солонина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске смотрите. Избиение и пытки. Новые факты применения силы в колониях Крыма и России. С надеждой на возвращение. Как мать Владимира Балуха живет в ожидании сына? Бумбокс на границе с оккупированным Крымом. Для кого выступали и были ли крымчане на концерте? Новая газета опубликовала видеоролик, на котором сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России пытают заключенного. На записи около 10 человек в форме с дубинками бьют человека в наручниках, которые просят о пощаде. На сайте ВСИН Ярославской области заявили, что в связи с публикацией видеозаписи проводят служебную проверку. В оккупированном Крыму заключенные массово жалуются на избиение в колонии. Об этом сообщает ГУЛАГ-НФУ. Они опубликовали письмо от президента Центра помощи иностранным гражданам Романом Кайфаджаном. Он рассказал, что более 70 осужденных в Керченской колонии номер 2 пожаловались на избиение сотрудниками администрации. По его данным, осужденных бьют в помещениях, где нет видеокамер. Сейчас наблюдательная комиссия и прокуратура проводят проверки колонии. Евгений Панов не жалуется на состояние здоровья, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний России. Родные украинского политзаключенного неоднократно заявляли, что Евгения в последствии пыток возникли проблемы с зубами, боли в спине и коленях. Брат украинца Игорь Котелянец призывает игнорировать подобные сообщения российских органов. В августе 2016 года ФСБ России задержало в аннексированном Крыму группу так называемых украинских диверсантов, среди которых был и Евгений Панов. Они якобы готовили теракты на полуострове. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима. Мама Владимира Балуха не будет обращаться к Путину с прошением о помиловании. Наталья Балух рассказала об этом на встрече с журналистами. Женщина надеется на скорое возвращение своего сына и все это время ей в одиночку приходится следить за хозяйством. Как живется Наталья без сына, далее в сюжете. Наталья Балух, ей 75 лет. Ходить к женщине тяжело, у нее полиартрит. Она вынуждена жить в полумрачном доме из-за недавней операции на глазах. Несмотря на трудности со здоровьем, гостей Наталья встречает с улыбкой и теплыми объятиями. Здравствуйте, здравствуйте. Заходьте. Ее сын вот уже более 120 дней держит голодовку и уже полгода как не был дома. Это видео снято 16 января, последний день, когда Владимир видел маму до ареста. Тогда, собираясь на суд, понимал, скоро домой не вернется. Прощался с мамой и обещал ей звонить. С того дня все хозяйство легло на плечи Натальи. Однако из-за здоровья женщине пришлось продать корову, которая приносила хоть какой-то доход. Эту корову она вынуждена была продать. Она в основном держала для молока не себе, а для того, чтобы сдавать какие-то копейки. Но сейчас у нее остались 4 собачки. Вот коза, одну козу она держит для себя. И там куры, утки, немножко совсем. Наталью навещают знакомые и просто неравнодушные к судьбе Владимира люди. В том числе и крымские татары. Говорит, что без их поддержки просто не выжила бы. До ареста хозяйство вел Владимир и помогал другим. А он сколько добра людям делал? Никому никогда не отказал. Никогда. Где, Боже мой, и по газу обращались. До него, и по газу были какие-то проблемы. До этой поры они благодарят волку. Последний приговор сыну дался Наталье нелегко. Она надеялась на условно-досрочное освобождение. Но после отказа теперь полагается только на апелляционную жалобу. В такое время поддержка еще важнее. Это футболка с Киева. Встань, кто тут расписался. Невзирая на все трудности, Наталья не теряет надежды на место в обменном списке для своего сына. О прошении помилования даже не думает. Для сына это будет сродни предательством. Невиновного сына, если он не попадет в список на обмен, Наталье придется ждать с тюрьмы еще пять лет. Спустя три года заключения подконтрольный Кремлью суд вынес ему уже два приговора. В знак протеста с незаконным вердиктом Владимир голодает 122-й день. Анастасия Исаенкова, новости ЮАК Рым. Международный суд ООН в Гааге напомнил России о требовании возобновить работу Меджлиса. В суде предупредили, выполнение приказом обязательно. В апреле 2017 года в ООН уже требовали от Федерации отменить запрет Меджлиса. Но страна-агрессор отказалась выполнять предписание Международного уголовного суда. Россия, при таманной ей такой нахабной форме, вона ответила Международному суду, что он не будет выполнять эти решения. И тогда суд еще раз обратился к России, теперь уже с указкой на то, что это решение должно быть принято протягом ближних месяцев до сечня 2019 года. Абитуриенты из Крыма и Донбасса уже подали около 300 заявок в Таврический национальный университет. Об этом рассказал ректор ТНУ Владимир Казарин. По его словам, студенты также переводятся на старшие курсы магистратуры и поступают в колледж при университете. На данный момент подали заявки более 3000 абитуриентов. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Если детей с оккупированной территории крымчан, то, наверное, можно полагать, что где-то чуть больше 300 на данный момент крымчан. Вот мы в этом году уже готовимся зачислять. Бахчисарай запретили показ крымско-татарского фильма «Сказки» Хедер-ДД. Об этом сообщает генеральный директор студии «Караденис Продакшн» Эльзара Ислямова. Она получила письменный отказ от отдела культуры Бахчисарайского района. Учреждение якобы закрыто в связи с нарушениями пожарной безопасности. Но работникам дома культуры о закрытии ничего не известно. А то у нас соседи вообще сказали, что в отделе культуры не работает. Почему? Не знаю, из-за пожарной безопасности что-то такое. Лучше, лучше. Нет, мы не живем. Там отдел культуры шла на законы Российской Федерации о том, что сейчас идут принятия каких-то экстренных мер по пожарной безопасности, а также противодействия экстремизму. Поэтому не представляется возможным предоставить зал для показа фильма. Это уже не первый отказ от районной администрации. Весной продакшн хотел показать комедийное шоу в Бахчисарайском доме культуры. Тогда причиной отказа стало отсутствие свободных залов. На админгранице с оккупированным Крымом выступила группа «Бумбокс». Концерт станет частью фильма, совместного с Белорусским свободным театром. Для кого выступали артисты и были ли крымчане на концерте, расскажет Руслан Халапов. Это админграница с оккупированным Крымом. На контрольно-пропускном пункте «Каланчак» выступает группа «Бумбокс». Идея сыграть для жителей полуострова возникла спонтанно. На организацию ушло всего 10 дней. Андрей сказал, а вот как идея сыграть концерт для Крыма? Мы говорим, мы в Крым не все не можем поехать. Он сказал, нет, для Крыма, для земли. Шановные наши сперечесники, которые сейчас находятся под оккупантом, это концерт для вас. Сцена развернута в сторону аннексированного Крыма. Часовое выступление проходило под лозунгами «Фри Краймея» и «Фри Сенцов». Андрей Хлывнюк говорит, этот концерт – ненасильственная акция. Это протест с требованием освободить украинских политзаключенных. Больше, чем 70 людей сейчас проживают в тюрьмах Российской Федерации. И что мы считаем их политическими бранцами, заручниками Крымля. И мы требуем их освободить. Солист группы ведет переписку с Олегом Сенцовым. Для него и остальных политзаков исполнили песни на Одинце, наедине. Один из них Олег Сенцов, украинский кинорежиссер. С Крыма. 25% политических бранцов, этнических деталей. Мы николай, николай не забудем про это. И не покидываем. На концерт приехали не только жители Херсонской области, но и крымчане. Вы так вот у прапори? Ну, нет, 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 так не можно. У прапори не можно. Мы его ховали и будем ховать назад. А звідки вы приехали, если не секрет? А Лубка? Украина в моем сердце. Хочу кайфануть. У нас приезжают какие-то звезды в Симферополь. Поют под фонограмму, знаете, ничего такого прям нового нет. А здесь вот хочется кайфануть. Концерт «Бумбокс» на Каланчаке совместно с Белорусским свободным театром станет частью драматического фильма «Ретерн тикет. Обратный билет». Лента будет посвящена аннексии Крыма. Руслан Халабов, Оксана Хлебус. Новости. ЮАКрым. Украинский документальный фильм «Жаучукувание. Грань ожидания» стал участником Мадридского кинофестиваля. В Украине ленту презентовали осенью 2017 года. В фильме рассказаны истории двух семей. Симферопольского активиста Андрея Щекуна, который в 2014 году попал в плен к так называемой самообороне Крыма. И двух братьев, которые были добровольцами на Донбассе и пропали без вести. Международный кинофестиваль будет проходить в столице Испании с 21 по 28 июля. Режиссера ленты Станислава Цехмистренко номиновали на категории «Лучший режиссер документального фильма на иностранном языке». Такую неправдивую информацию не получают. Надеемся, что получим какой-то приз. На эту минуту это все новости. В студии была Елена Солунина. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на UA-кранитвесбук. Субтитры подогнал «Симон»!